Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как битые ссылки и 404 ошибка. Я расскажу, постараюсь в этом видео рассказать все особенности про битые ссылки, как правильно надо создавать 404 страницу, какие ошибки не нужно допускать и многое другое. Если у вас будут в процессе видео возникать вопросы, либо вы хотите задать любой комментарий, задавайте их уже сейчас, я буду на каждый из них отвечать. Итак, меня зовут Николай Шмачков, я работаю в компании SEO Quick. И я расскажу про битые ссылки, все от А до Я. Условно говоря, ошибка 404 или как ее называют Not Found, это ответ сервера, когда он не может найти определенный контент на вашем ресурсе. То есть не следует путать ее с ошибкой Server Not Found, когда нет непосредственно сервера, а он говорит о том, что вероятно тот контент, который вы ищете, недоступен, но возможно будет доступен в будущем, но не гарантированно, что он будет тем же самым. Ошибка 404 является самой популярной ошибкой, потому что фактически она может встретиться на вашем сайте, может возникнуть из-за ряда ошибок, которые допустит ваш вебмастер, либо ваш программист, и действительно является самой популярной. Про ошибка 404 гудит весь интернет, 404 называет все, что угодно, даже вплоть до государств, все, что угодно людей, законов. То есть это значит, что что-то не найдено, что-то было доступно и сейчас не найдено. История знает разные способы использования 404 ошибки, даже вплоть до заставления применения цензуры, когда заставляли провайдеров 403 ошибку, когда контент заблокирован, выдавать за фейковую 404, сервер не найден, что заставляло пользователей бросить попытки искать запрещенный контент. Так, в июле 2004 года британский провайдер BT Group развернул масштабную кампанию от провайдеров, полностью блокируя при помощи 404 ошибки весь контент от Internet Watch Foundation, что повлекло к тому, что создавались фейковые 404 ошибки. Также этим грешат всевозможные прокси-серверы, когда они могут выдать ответ сервера 500 ошибку, выдают 404. Как работает вообще понятие ответ сервера? Смотрите, когда вы запрашиваете конкретную страницу, обычно сервер отдает ответ. 2 обычно означает, что ответ найден. И вот эти две последние цифры говорят, там, код ошибки 200, считается 2, 0, 0, кода ошибки нет, значит, ответ найден, и вы свою страничку получаете. Например, когда ответ 3, то это идет редирект 301, редирект прямой, 302 временный. И 4 это ошибка. Он говорит, что, возможно, вы ошиблись с URL. И дальше вот эти две цифры, это есть ошибка 401, 402, 403. Ну и, конечно, самая популярная, про которую мы сегодня говорим, это 404. 404 это ошибка, когда действительно сервер not found. То есть, он не сервер. Когда сам ресурс not found, когда вы ищете страничку, и она не найдена. Что в итоге нужно делать, если пользователь попадает на 404 страницу? У вас фактически есть несколько вариантов. В первом случае, если у вас одна страничка была удалена, но появилась ее замена, ну, фактически появился другой контент, который является фактически наследником предыдущего, ваша задача использовать 301 редирект. Move it permanently, когда перемещено на новое место. И, если же действительно эта страничка у вас является битой, нужно отдать 404 ответ и перевести пользователя на страничку 404 ошибки. Что будет, если не сделать, конечно, 404 страничку? Вероятно, ваш сайт будет выглядеть not found, выбьет какую-то отвратительно некрасивую картинку, что у вас, допустим, ресурс не найден. И это фактически заставит пользователя понять, что он пришел не туда. Куда я попал? Но сейчас так уже никто не делает. Сейчас специально создают красочно оформленную страничку 404 в рамках дизайна сайта, которая сообщает действительно, что пользователь вероятно перешел на ту страницу, которую уже фактически не найти, и предлагает ему перейти на другие разделы сайта, поискать нужный контент, либо там будут блок редиректа на популярный каталог и на банальный поиск. Как же найти все 404 странички? Это достаточно просто. Для этого вам не нужны какие-то специальные данные. Ваша задача всего лишь воспользоваться программами. Я расскажу про бесплатную программу и, конечно, про платную программу. Первая называется Xenon. Вторая, конечно, всем не безызвестный Screaming Frog SEO Spider. Вы можете сказать, что есть еще и другие сервисы, например, как Netpeak Spider. Но я расскажу про эти, потому что это бесплатно, это условно-бесплатно. Фактически, условно-бесплатно пригодится, потому что 500 страниц, если у вас маленький сайт, вы можете быстро пробежаться. Но, именно как Netpeak Spider требует, конечно же, подписки просто буквально даже на старте, не дав вам ее попробовать. Если, конечно, Netpeak в курсе, могут сказать, что у них есть промо-коды, они могут написать нам в комментарии, разместить их, и мы таким образом даже поддержим Netpeak Spider. Мы же сейчас расскажем детально, как искать битые ссылки на вашем сайте. В первую очередь, конечно, запустим Xenon. Сейчас оставайтесь на линии, и я расскажу, как работает первая программа. Итак, мы поищем сегодня битые ссылочки при помощи программы Xenon. Это очень простая и бесплатная программа. Любой пользователь может ней воспользоваться. Вот она. Очень-очень старенькая, конечно. Но, со своей задачей справляется. Мы поищем битые ссылочки, конечно же, на нашем сайте SEO.quick. Для этого добавляем наш URL. Здесь можно настроить, какие URL оценивать, какие не оценивать. И, собственно, мы ничего не будем мучаться. То есть, больше опций. Как оно должно искать? Сколько проходов должно делать? Ну, поехали. Пока оно будет делать, я быстро промотаю. Вуаля. Ну, прошло, конечно, частично времени. Я успел попить кофе, но шучу. Гораздо быстрее. Ну, на самом деле, вот оно. Предлагает нам даже отчет. Мы его можем отправить себе на сервер. Ну, не надо, ничего не будем делать. Вот мы можем посмотреть все ошибки, которые он предлагает нам отчет. Посмотреть. Где можно увидеть, какие битые ссылки он увидел. То есть, он говорит, где какая ссылка, на какой страничке сделан. По факту отчет можно спокойно отправить программисту и его исправлять. То есть, вот вы видите, вот найдена такая вот страничка. И вот где она обнаружена, ошибка. Вот страничка, на Object Data. То есть, мы можем смотреть. Фидли Сабскрипшн на Алену Ушакова. Ну, не работают такие фиды по ней еще. В общем, как вы видите, их достаточно много. И они все довольно-таки удобно расположены. Конечно же, фид мы возьмем, отправим сейчас нашему программисту. И мы пускаемся очень оперативно исправить. Как вы видите, очень простая утилита. Не требует никаких сверхзнаний. Здесь же можно посмотреть. Здесь я знаю, что можно только, допустим, отказать все битые ссылки. Вот, собственно, она какие понаходила. Битые ссылочки, которые есть на нашем сайте, например. Как я вижу, даже вылезли эти ссылки, которые точно не нужны. На этом, собственно, утилита простая. Ну, понятно, я думаю, вы с легкостью не разберетесь. Учтите, есть ложные срабатывания типа а-ля, как на номера телефонов. Но это нормальное явление. Нужно проверять действительно внутренние ссылки, которые она находит. Ой, она сказала, отчет готов. А оно-то на самом деле-то еще шурует. И шурует, он уже 42%. Поэтому мы, конечно же, подождем, сколько она ссылочек мне найдет. И дадим уже потом то, что готовый ответ программисту. Итак, как вы поняли, Xeno работает достаточно просто. Теперь перейдем непосредственно в Screaming Frog. Действительно, к монстру по поиску битых ссылок. Мы ее используем постоянно. Это классная программа, которая помогает нам практически во всех задачах. Итак, следующая программа в нашем списке, которая будет искать убитые ссылки, это, конечно же, Screaming Frog SEO Spider. Достаточно клевая программа, которая позволяет искать фактически любые ссылки, любые ошибки, не только битые. Она много чего умеет. Я думаю, во вещей ей нужно посвятить будет отдельный обзор. Но я думаю, Screaming Frog лучше всего сами про себя рассказали, правда, на английском языке. В общем, запускаем наш сканер здесь. Итак, прошло, конечно, прилично времени, но все ссылочки были найдены. И, конечно же, теперь мы можем посмотреть отчет по всем 404 ошибкам. Report. Text. Куда мы у нас ушли? Нет, они у нас ушли все отдельно. Вот мы их ищем. Здесь мы видим ошибочки NoResponse, нет ответа, нулевая ошибка. Собственно, есть у нас ошибочка Redirect. Ну, как, не ошибка, все Redirect, которые настроены на сайте. Есть ошибки клиентские и есть ошибки CRR. Вот, собственно, наши 404 ошибки находятся все здесь. Как мы видим, всего лишь тут две странички, которые ведут его никуда. Если же вас затрудняет поиск здесь, вы всегда можете воспользоваться вкладочками. Наша задача Response Codes и изучить, какие коды на каких страничках были. Более того, мы можем здесь смотреть, на каких страницах оно найдено. Это ошибка. То есть, вот здесь мы видим, что вот страничка сетки TopBlockSpot найдена на страничке здесь и здесь. То есть, по факту, она находится здесь. Мы можем найти и удалить ее. В целом, очень удобно, потому что всегда можно потом пересканировать результаты, посмотреть, что изменилось прямо здесь. В то время как с Xenon, конечно, так удобно не получится. Если вы хотите узнать более подробно про то, что можно делать действительно в ScreenFrog, как в нем искать битые ссылки, искать информацию, которая не работает, любые другие виды ошибок, вы спрашивайте в комментариях. Мы этой утилитой пользуемся просто по полной программе. Также я остановлюсь на одной программе, которую, конечно, обошел вниманием. Это Website Auditor от SEO PowerSuite. Тоже отличная программа для поиска битых ссылок. Какую из них, конечно же, выбрать, посмотрите сами. Это инструкция, как работает Website Auditor по поиску битых ссылок. Теперь пройдемся коротко по программе Website Auditor. Это программа, которая позволяет делать технические аудиты, сканировать быстрые ссылки. Мы пройдемся по ней очень коротко и попробуем найти действительно битые ссылки для сайта. Здесь мы воспользуемся не нашим сайтом, а сайтом нашего клиента и попробуем обновить данные. Мы сейчас поищем только битые ссылки, поэтому мы их и выберем. Можно сканировать практически все. Так что, сразу говорю, чтобы не заниматься всем подряд, мы поищем эту информацию. Этот пунктик находится в неочевидном месте в различных факторах аранжирования код состояния HTTP. Более того, тут можно добавить больше факторов. Вы можете посмотреть, что их огромное количество. Здесь есть можно добавить то, чего не надо. То есть, на самом деле, утилита позволяет искать многие вещи, но мы ищем только код состояния. Ну, еще можно неработающие ссылки проверить, так сказать, окей, поехали. Оно можно сканировать, смотреть в таком формате, можно смотреть в формате дерева, как вам нравится. В целом, проверка занимает битых ссылок достаточно мало времени, в зависимости, конечно, от объема сайта. Вы можете видеть тут, сколько осталось ссылок в итоге. Когда оно закончится, мы попадем на следующий отчет. И вот, вы можете посмотреть потом журнал операций. И сколько битых ссылок оно нашло. Надо же, вуаля, здесь битых ссылок нет. Но мы откроем сейчас любой проект, где они есть. Как мы видим, вот, например, проект Громинг, вот все его битые ссылки. Вы можете увидеть, на какой странице, например, есть анкета CoolTube, была битая ссылка URL. Здесь можно перейти, проверить и посмотреть, и убедиться в коде ответа сервера. Готовности можно всегда, результат можно всегда скачать в формате CSV и передать программисту для его обработки. На этом, собственно, все. Такая программа вам нравится больше. Пишите в комментариях, я с удовольствием ее рассмотрю. Как вы помните, Xeno был достаточно мощный. Сервис, он находит много чего, вообще много чего. Ну и много чего лишнего, у него огромное количество ложных срабатываний, которые, в принципе, уже давным-давно все игнорируют и поискали тоже. В то время, как, допустим, Screaming Frog в этом плане оптимален был для удобства, потому что в нем все, он пейдж сел, разбросано все в удобном табличном варианте, его легко искать, можно визуализированно посмотреть данные. Этот же сервер более такой, я бы сказал, юзер-френдли, но я считаю, что он очень ограничен в функционале. Не спорю, его можно расширять, увеличивать функционал его, то есть добавлять больше факторов ранжирования. Он больше заточен под такой all-in-one SEO сервис, то есть где можно настроить все анализ ключевых слов, но об этом я более подробно остановлюсь, когда буду его обозревать. Но я рекомендую все-таки использовать Screaming Frog из-за его удобства. В нем нету все all-in-one, он сосредоточен на основных своих задачах, с которыми он прекрасно справляется. А те задачи, с которыми он не справляется, справляются другие утилиты, и он не пытается с ними конкурировать. Кстати, вы можете сами себя проверить, как ищут битые ссылки каждая из программ. Вы можете увидеть, что одна программа найдет гораздо больше битых ссылок, другая гораздо меньше. И разница между ними может быть действительно большой. На примере, собственно, как ищет веб-сайт аудит, битые ссылки и Screaming Frog, вы уже, наверное, убедились. Конечно же, какую из них выбирать, решать вам. Окей, а есть еще способы поиска битых ссылок? Конечно же, есть. Самый простой способ поиска битых ссылок, это те, которые действительно попадают в индекс, это, конечно же, веб-мастер Google и Яндекс. Вы можете добавить свой сайт просто в веб-мастер, зайти в отчеты по сканированию и посмотреть, какое количество битых ссылок он вам там показывает. Более того, можно оттуда выводить гораздо больше других ошибок. По поводу веб-мастера я не буду здесь останавливаться в этом видео. У меня есть большой обзор веб-мастера Google, на подходе большой обзор веб-мастера Яндекс. Я все до сих пор пытаюсь с ним заняться, но действительно там много чего интересного. Хочется не повторяться между другим и между статьей, которую я написал. Статья будет в описании как на первой, так и на второй веб-мастер. Окей, вы спросите, что делать с битыми ссылками? Конечно же, нужно их устранять. Если битая ссылка идет на какой-то внешний ресурс, однозначно ваша задача ее удалить, либо заменить. Мы, в частности, предлагаем, когда ищем битые ссылки на сторонних ресурсах, предлагаем их заменить на те ссылки, которые действительно мы сами создали. Например, мы видим на ресурсе битая ссылка на несуществующую уже статью, а у нас эта статья написана. Мы им пишем, говорят, вот у нас есть тоже классная статья, можете заменить. Вот я по этому поводу писал большой обзор. И действительно часто соглашаются. Я согласен. Ты даже не спросил, с чем? Я согласен. Ну, если, как бы, вам никто не пишет, а битую ссылку вы нашли сами, конечно же, ее нужно закрыть. Закрывать их нужно обязательно. Просто удалять, если она внутренняя, да, она ведет на несуществующий ресурс. Окей, вы можете ее просто удалить и действительно закрыть. Во-вторых, если вы понимаете, что эта битая ссылка несла какой-то полезный контент, и он переехал на другое место, ваша задача сделать редирект. Редирект, конечно, сделает 301-й. Редирект прописывается в HTXS. Также прекрасно помогают для настройки редиректов плагины. Плагины для WordPress, в частности, существует огромное количество плагинов, в которых можно просто настроить редиректы с старых страниц на новые, не требующие никаких особо напряжений. Ну, вы можете и напрямую редактировать HTXS и прописывать редиректы со старых URL на новые. Есть еще очень необычный способ поиска битых ссылок. Для этого вам приходится использовать сервисы по поиску внешних ссылок на свой сайт. В этом плане неплохо, конечно же, попадает HRFs или Ахревс. Я уже сам не знаю, как правильно зовут. Google говорит Аревс, но это звучит не очень. Не в этом суть. Непосредственно используем этот сервис и ищем все внешние ссылки на свой домен. Смотрим, на какие страницы идут ссылки. Для этого скачиваем большой отчет, выкачиваем все ссылки и убираем дубли. После того, как мы убрали дубли, у нас появляется список URL, на которые ведется ссылка. Нет ничего трудного, как воспользоваться Screaming Frog и добавить их методом списка. Добавив их методом списка, мы проанализируем, какая из ссылок битая, какая из ссылок рабочая. После того, как мы проанализируем их списком, мы можем спокойно дать себе отчет, что вот эти ссылки, там есть и среди них битые, и с ними нужно работать. Что же делать с этими ссылками? Конечно же, нужно обязательно сделать новый контент по этим всем ссылкам. Конечно же, нужно сделать 301-й редирект и не бросать их. Потому что это внешние ссылки, это значит, что ссылки размещены на внешних ресурсах. Вы их просто так уже не поменяете. И поэтому контент должен вестись куда-то на соответствующую страницу. Не обязательно делать редирект на главную. Это тоже будет ошибка, если вы просто сделаете редирект на главную, хотя велась информация на конкретную статью. Кстати, еще есть забавная история про то, что почему эта ошибка называется 404-я. Это своеобразный миф. В первую очередь считается, что первый веб-сервер находился в 404-й комнате в здании ЦЕРН Европейской Организации Ядерных Исследований. Но самое забавное, что, как выяснилось, 404-й комнаты там не существует. Ну и, конечно, если же у вас нет доступа ни к одному из веб-сервисов для поиска 404-х ошибок, вы можете банально обратиться к лог-файлам, по посещениям, взять всю историю и посмотреть те страницы, которые отдавали 404-ю эту ошибку при реальных запросах пользователей. И изучить их непосредственно, какие запросы, какие страницы пользователи искали. Но вы спросите, а как же могут возникнуть ошибки на моем сайте? На самом деле все очень просто. Ошибки могут возникнуть даже на сайте, который вы создали с программистом, вот только выпустили, вот он весь такой классный. И они могут в нем внутри быть. В первую очередь, чаще всего ошибки могут возникнуть из-за того, что кое-какие страницы не были закрыты, либо остались где-то в коде, который на самом деле потом со временем программист удалил. Ну или тот контент, который у вас был на сайте, вы со временем удалили как устаревший. Такие страницы могут остаться, будучи перелинкованными с других страниц, и на этих старых страницах, где вы ссылались на удаленную страницу, будет выдавать 404-ю ошибочку. Во-вторых, конечно же, при изменении структуры сайта. Это чаще касается интернет-магазинов, да и блогов тоже. Когда блог иногда меняет собственную структуру и не заботится о том, чтобы сделать грамотно редиректы, получается, что если внутри были сайта ссылки между собой, просто были перелинкованы разделы, то клики на эти блоки могут привести к тому, что ссылки будут не работать. Чаще всего, конечно, это касается HTML-сайтов, созданных без какой-то внятной CMS, либо на самописах, то да, там действительно эти ошибки могут всплывать просто пачками. В нормальных CMS уже в WordPress все это регулируется непосредственно с админки, и поэтому на портачить там гораздо сложнее. Но и мы сталкивались с этим тоже. Чаще всего это касается, когда используются ссылки внутренние, прописанные в контенте в определенных блоках на нужной странице, и при смене архитектуры эти ссылки нужно тоже находить и менять. То есть, как мы видим, всего лишь две объективные причины возникновения 404-х страничек. Это изменение URL-а, структуры, либо самого названия URL-а, и удаление непосредственно страниц. Если вы не озаботились изменением внутреннего контента, то эти 404-е страницы внутри вашего сайта будут портить вам всю картину. Также следует учитывать, что если на какую-то страничку были внешние ссылки, этим тоже нужно озаботиться и выловить весь список страниц, которые на вас ссылались, посмотреть на какую страницу они ввели, и сделать так, чтобы ссылки эти не были битыми и ввели на новый контент, который соответствует той тематике, на которую они ссылались. Ну а что делать тогда, если действительно люди вводят URL неправильно, если они попадают действительно на битые URL? Надо их действительно ввести на софт 404-ю страничку. Не путать софт 404-я ошибка, мы говорим про 404-ю страницу. 404-я страница – это действительно та страница, которая помогает удержать пользователя, даже если он зашел действительно не туда. И здесь действительно огромное количество креативов. Только посмотрите, какое количество креативов. Вот я сейчас просто включу короткий видеоряд под музычку. Можете посмотреть, какие классные креативы 404-х страниц реально существуют. Можете посмотреть, какие классные креативы 404-х страниц. Странички выглядят классно и стильно. Какие же их общие черты? А теперь чек-лист для составления правильно 404-й странички. Во-первых, страничка должна быть оформлена в дизайне вашего сайта. Во-вторых, она должна, конечно же, мило извиниться, что вы зашли не туда. И сделать это нужно действительно креативно. В-третьих, она должна ввести на самые важные страницы вашего сайта. Например, если это интернет-магазин, значит она должна ввести на каталог, например, или на популярные рубрики. И, конечно же, если контента на вашем сайте действительно много, что в нем можно заблудиться, добавьте строку поиска и предложите пользователям найти контент, который они действительно ищут. Также снабдите этот поиск подсказками при вводе. Ну и, конечно же, в-пятых, если у вас есть классный веб-сервер, и он умеет предугадывать ошибки в урле, автоматизируйте это, что если действительно варианты алиас этих урлов пользователь вбил, оно его действительно переведет машиной на правильную страницу. Окей, а как вы думаете, почему действительно все так озаботились создавать 404-ю страницу и делать ее креативно, веселой, такой доброй? На самом деле, из-за банальной статистики, большая часть пользователей просто приходит в ярость, когда попадают на битую страницу. Это правда. Гораздо реже переходят на главную. Еще меньшая вероятность, пишут, вы мастер, у вас там битая ссылочка, там не работает, я не могу найти ваш контент. Это вообще в последнюю очередь делается. Чаще всего это просто закрывают, и причем закрывают с яростью. Окей, вы создали такую классную тогда креативную страницу, а что же нужно сделать, чтобы на нее был редирект? Здесь сейчас будет простая инструкция по настройке htaccess, как действительно нужно сделать редирект в htaccess на эту страничку. Поехали. В первую очередь, конечно же, создайте саму страницу 404. Затем создайте папку в корне типа error, например, да, не забудьте прописать ее действительно в htaccess. Затем размещайте в этой папке созданную страницу, назовите ее точно так же 404.html, к примеру. И пропишите команду error document 404. Касая черта, error, касая черта 404.html в самом файлике htaccess. После этого ваш сервер не будет отдавать ошибку 404 not found, а будет переводить на эту страницу. А как же можно тогда сделать неправильно? А иногда делают ту самую ошибку soft 404 или мягкую 404 ошибку, которая выдает ответ 200, а не ответ 404 на ненайденную страницу. И это является грубой ошибкой. Как же выглядит обычная soft 404 ошибка? Во-первых, если реальная битая ссылка не отдает ответ 404 not found. Во-вторых, если при заходе на битую ссылку вы попадаете на нерелевантную страницу, причем сразу же по ответу 200. Ну и третий вариант, когда просто грузится пустая страница, не отдавая никакой ответ 404. Возникать эта ошибка может действительно из-за ошибок настройки сервера Apache, к примеру, банально. Либо ошибок htaccess, когда прописывается относительный уровень, а не абсолютный. К чему это действительно приводит? Во-первых, поисковая система будет сканировать все эти битые ссылки, закидывать их в индекс и тем самым снижать эффективность продвижения вашего сайта. Да, Google, когда находит 404 ошибку, он находит ее, но не идет дальше, не сканирует контент, не загружает его в свой индекс. Тем самым наличие таких вот soft 404 ошибок, которые выдает другой ответ, приводит к тому, что Google набивается бессмысленными страницами и ухудшает ваше продвижение. Вот это жестко, конечно! Например, мы сталкивались с такой ситуацией, когда интернет-магазин, когда удаляет карточку товара, которая уже не продается, просто фактически делает редирект на главную страницу. И плодится такое огромное количество редиректов внутри сайта. При сканировании системы она находит огромное количество ненужных страниц, которые редиректят на главную. И тем самым непонятно становится для поиска, вообще нужны эти страницы или нет. И они могут действительно попасть все в индекс, даже эти устаревшие, которые редиректят. При клике в поисковую систему вы будете попадать на главную. Это в корне неправильно. Я рекомендую старые страницы, действительно, карточек товаров просто закрывать от индексации, либо делать каноников, которые будут передавать вес на аналогичную карточку товара. Редирект должен вести всегда только страницы с одним контентом на страницу с тем же контентом. Искать, конечно же, софт 404 ошибки рекомендуется в Google Webmaster. Оттуда вы их выкачиваете. Если у вас их слишком много, то по тысяче, обычно лимит на выгрузку. Обрабатываете, потом говорите «исправлено», переходите к следующим и так далее. То есть исправление, если вы напортачились софт 404 ошибкой, может занять огромное количество времени, если у вас большой сайт. Но, например, вы можете всегда проверить себя сами. Например, если вы сомневаетесь в каком-то урле, и вам нужно проверить код ответа сервера, существует множество утилит. Мы планируем разработать такие же и для себя собственные. Существует множество утилит, где вы просто закидываете урл, либо пакет урлов, и она говорит ответ сервера. Например, известная утилита Mainspite позволяет это сделать. Вы просто добавляете любой урл, и она говорит, какой ответ сервера она отдает. 200, 301, 404, 403, либо 500, ну или любой другой. Итак, на сегодня все. Поэтому я был бы рад тем комментариям, которые вы оставили в процессе просмотра этого видео. Поделитесь своим мнением, как, например, вы ищете битые ссылки, как вы их обычно исправляете пакетно, либо ищите причину из них возникновения и закрываете. Я буду рад любому мнению, потому что это наш паблик. Мы в нем обсуждаем любые варианты, любые мнения. Мы не критикуем никого, мы всегда обсуждаем детально, аргументированно. Поэтому жду вас в комментариях, а также не забывайте, конечно же, нажимать на колокольчик у нас на канале, чтобы следить за свеженькими, видимо, в области SEO и контекстной рекламы. И до новых встреч!